калина печка плохо греет шел третий день эпопеи с автомобилем лада калина как сказал нам ее хозяин при покупке он пересмотрел кучу калину всех стоял дополнительная помпа скорее всего потому что было дополнительно холодно вот мы надеялись отделаться легкой кровью вот некоторые блогеры говорят что вот здесь вот такая штучка есть вот заслонка не дожимается ставят пружинку здесь классная пружинка поставлена уже супер пуперская когда мы увидели мы поняли легкого пути не будет в общем всю панель иро лёха разделали баню жесть очень неисправности в этой машине все уже знают их моторчик достаточно тяжело вытаскивается и вот это вот крутилка вот она там крутится по пазику вот вот видно да вот смотреть надо вот сюда вот вот он ходит лишнего крут нёшь она сейчас скоро выйдет и отщелкнется то есть нету фиксатора максимального положения она вылетает дальше чё здесь еще мы видим ну на разобранной машине вот рециркуляцию видно стало вот она такого черта они так все собрали ну наверное инженер который эту машину проектировал собирался увольняться или умирать чтобы вечную память им оставить людям вот заслонка рециркуляции воздуха об из салона сосет вон моторчик стало видно все ладно это единственное что работает дальше вот заслонки распределяющие воздух вот они сбоку одна сбоку другая туда вот это для тех кто только планирует для тех кто полез туда видео наверно гораздо печальнее мы его снимать не будем здесь миллион болтиков вот уже половину лег собрал а по-прежнему здесь столько много болтиков короче все вот там внутри хитрая система собственно почему не греет печка или греет криво как-то вот эта система он слава богу что-то они сделали красиво желтая заслонка эта заслонка вот она открывается вернее вы час вот сейчас она максимально теплое положение вот она прижата вот она открывается открывается и холодный воздух сверху проходит а снизу от радиатора горячий воздух низом заслонки перекрывается и так происходит регулировка холодного горячего плюс в ней внутри еще одна заслонка очень хитрая система заслонков заслонки которые тоже перераспределяет потоки такой геморрой они сделали владельцам так как-то они умудрились вытащить эту заслонку и что было сейчас покажу ну я возможно ошибаюсь потому что в магазине когда принесли нам заслонку она была точно такая же получается вот так она ходит вот как мы уже видели как она на машине ходит секунду назад так она выглядит со всех сторон вот в этом базе ходит вторая заслонка перераспределение и она травила вот здесь вот воздух холодный на сторону пассажира а почему потому что она хитрой геометрической формы стал и и покоробила или это заводской брак сделана на из вот как сидушки делают поролон такой жесткий поле поле какой-то там этот в общем внутри здесь вот пластиковый каркас с отверстиями облегченка наверно или чтобы вот это полимерный наполнитель лучше вставал в общем он гнется легко но при температуре видимо запоминает форму короче со временем он погнулся самое печальное то что в магазине нам принесли точно такую же заслонку одна была так гнутая другая гнутая в другую сторону 3 еще как-то покоцаная в общем качество этих заслонок просто звезде вот видно насколько она кривая поэтому она видимо и не прилегала хотя может быть это хитрая задумка главного инженера автоваза поди как это называется то блин статья от уголовного кодекса когда народ убивают вот вот так вот то есть мало ее купить магазине надо ее еще и проверить потому что это капец столько работы проделать и поставить такую же бракованную заслонку как стояла это наверно глупо а лёха попросил сделать дополнение потому что для тех кто все-таки мучается доснять немножко потому как разбирать собирать торпеда прикиньте вот этот это воздуховод же получается да воздуховод припаян вот они припайки их или высверливают или выламывают ну и потом а это новый да а а кто закладной задом наперед заклад заклад кудрявый кудряла на потом поменять здесь не было закладных а то есть завод предположил что потом надо будет туда закладные поставить вот но в заводском исполнении там все запаяно поэтому придется дербанить пипец как будто бы машина одноразовая просто пошел и купил новую ну наверно пока на поколение хватит